Потому что Барселона сегодня... Хорошо пахло, так ему посоветовал Мамаду Диара, когда он играл в мадридском реале И сказал, что так делают все, и в Барселоне тоже многие... ...периодов, связанных с травмами, с набором формы Ну и, конечно, здесь достаточно яркие... ...играют плохо, хотя в этом сезоне умудрились в Лиге Чемпионов взять да и обыграть Манчестер Сити Да, команду, которая по стилистике... ...запомнилось, это болельщики Кельна в 20 тысяч в Лондоне в матче Лиги Европы, да? Айнтракт... И вот последнее приготовление, польская бригада Шимана Марчинника готовится нормально, да? Вот, ты знаешь, как фамилия Германа из Пиковой Дамы? Ну... Я тоже недавно не знал, как не приходится Дальше по фамилии вы прекрасно понимаете, что это голкипер из Германии Жорди Альба номер 18, Жерар Пике 3 Финал Лиги Чемпионов, Лионцы в оранжевой форме Надо сказать, что и Барселона любит играть в воротах Пятый Денайер, шестой Марсела, девятый Дембеля, одиннадцатый Депай Четырнадцатый Дюбуа, восемнадцатый капитан команды Начинается Да, матч начинается и начинает Лион Как знать, может быть не последний раз в этом матче с центром поля разыгрывает Лион Потому что Умтити, бывший Лионец, сегодня пока в запасе Ну, еще, наверное, это связано с его недавней травмой Третье место, ну там Парис Инжермен в своем чемпионате играет Атака Барселоны Передача на Суареса далековато Далековато, так что удобно выходить Антони Лопешу Пасовал Филипп Кутнира, это хорош угловой Подача подбор Суареса Навешивает он на Бускетса В центр следует здесь очень аккуратно Все, Лионцы расположили, закрыли все Марсал играет центральным опорным, по-моему Но смотрим, еще один момент Кутиньо, нет никаких нарушений Удар по воротам, Иванов стрел в пике Выбивает не очень далеко Подбор на Беля Фикира, чуть назад Домбеле, удар в ближний угол Вот как раз Кутиньо Здорово, Суарес ставит спину Дальше на месте, но здесь на Домбеле Для Куатурая абсолютно та же самая история была Они все были за линией мяча и не пускали Барселону вперед Кутиньо Камбэк на все времена 6-1 Суарес в привычной манере Рушится на газон, но он не любит, когда его сзади резко атакуют Ну тут в копчик попал Анатонио Лопеш, Месси Передача назад Отодвигает ли он Барселону Запрос, Бускес понял Дембеле против Лангле Дембеле все-таки сумел устоять на ногах И выцарапать этот мяч Дальше Депор Вот это здорово И Месси Вот это уже Антонио Лопеш Но с другой стороны, если бы Месси подряд Барселона на своем поле никому не проигрывает Последний раз подобное достижение было у Баварии Когда она с 98, марта 98 Важная деталь Два центральных защитника Бельгийц Денайр и бразилиц Марселло Играют весь Месси В прошлом матче со штрафного забила Барселона Как раз Месси делал передачу Пике забил голова Сыграл, чуть-чуть не хватило мяч перехватить Но Каутиньо абсолютно По ДНК игрок Барселона В половине поля, когда еще ли он не успеет перестроиться Вот так вот эти линии скрыть будет тяжело Месси, тем не менее, удается это сделать Далеко от ворот Но вот это хорошая стенка Суарес, пенальти Пенальти, как же грамотно подставился Суарес И Денайр Денайр подогнал ноги И страховаться и не показывать Ну ладно, Месси бьет О, красиво, красиво В стиле Агуэр, аргентинцы В стиле Антонина Паненки Самая глава Хорошо, да, у нас уже не будет дополнительного времени Мы уже можем Поздравляем, коллега Константируй Вот, и вчера просто Агуэра тоже исполнил похожий пенальти Правда, с правой ноги Но Месси умница 1-0 Да, ну и Месси создал По сути, Месси заработал этот пенальти Он фигуру Суареса Гроссмейстер передвинул на нужную клетку И там у соперника случился прокол Денайер ошибся Врезался в Суареса А здесь момент У Леона паса Это очень опасный удар И мяч идет выше ворот Муса Дембеле Казалось, должен просто попадая в угол Сравнивать счет Французскую публику показывают разочарованную Не рикошит ли там был? Ну, давай не будем торопиться отправлять Барселону Уже в четвертьфинал Здесь бы, наверное, можно было и не отдавать Барселон с мячом Но у Леона нет атакующего плана Вот эти передачи Уверенно Суарес Удар в дальний угол Лопарь с ним все в порядке А вот с Ракитчем не очень Он пробил без хорошей позиции выше ворот А в прошлом Нет, в группе Самый красивый гол Как мы помним, был признан гол Ивана Ракитча Как раз в похожей ситуации Вот такого типа удар, да Ну и смотрим опять Дьявольский точный пас на Суареса Который вновь занимает позицию на левом фланге Месси пасует Суарес бьет Разных тренер Там при Луисе Энрике Я уж не говорю про Гвардио Что сделал Суарес? Луис Суарес Брависсимо Мало того, что он двоих Обыграл на линии штрафной Качнул вратаря И в этот момент Выдал голевой пас На пустые ворота Филиппа Каутинья Для бразильца важнейший гол Ну а Суаресу аплодирует весь стадион Там блистательный, маленький шедевр выдал Ругваяц. Да, это было очень здорово, но я бы отметил передачу, которая пошла на Суареса, которая отрезала всех. Посмотри, Артур, какую передачу выполняет. И Суарес очень грамотно мяч обработал. Вот здесь вторым касанием, уйдя от Марсала и дальше уже никакого, конечно, положения вне игры. Все блестяще. Я только хотел бы сказать, что Барселона не добивает своих соперников мячением и отбором. Все-таки замена вратаря произойдет. Месси выше ворот. Я думаю, что если бы второй кусок, понятно, что одна замена исчерпана, да, замена вратаря. Но вот дальше имеет ли смысл играть, продолжать. Суарес и здесь опередил, и здесь опередил и покатил мимо ворот. Луис Суарес сегодня матом великолепное трио сейчас составляют. Снова Артур, Ракитич Артур. Это Альба. Как бы запрессинговала Барселона Леон, что он сейчас даже побаивается немножечко вот этого контроля Де Пай. Вот это было неплохо. Тебе, в смысле, в Амстердаме, тебе не был ясен расклад? Нет, перед второй игрой не было, потому что у Реала перед игрой... Опять пошел открываться Месси Альба уже. Открылся, а вот Каутиньо. Ну как же? Ой-ой-ой, пас пяткой на Суареса. Красиво как опять. И Каутиньо. Ну вот и Каутиньо почувствовал себя с удалом. Барселона забить. Потому что сейчас любая потеря и на пространстве Барселона может соперника наказать. Вот. На комбинации вертикально, горизонтально режет по всей матрице защиту. Атаковать и идет в штрафную. И бьет Муса Дембеле. Прорывается. Нет. Дембеле. Или это Ферлан Минди? Нет, это Минди. Минди. Ферлан Минди подключился слева. Перевод его на Депая. Бледной золотой мяч. На самом деле он, конечно, никогда просто не стоит. Ох, какой подкаст сейчас был. Тоже на желтую карточку от Дембеле. И Муса ее, конечно, за... Барселона слишком рано начала играть вот этими пятками. В конце тайма удар, рикошет угловой. Тузар и Дембеле. Чуть перед ними Фекир. И нападение Депай и... Дембеле. Защитника Артур. Это Артур, это Месси. И это не гол. Не гол. Молодец. Защитника. Это был Марсал. Он выбил мяч сейчас из пустых ворот. Но Артур очень есть в Месси. Все делает аккуратно и чисто. Но вот пока Горджелена переиграть игрокам Барселоны не получается. Потому что два мяча она забила, как раз когда на поле был Антони Лопеш. Денай. Лангле очень грамотно сыграл. Подача. Падение. Денай. 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 Сразу показал он на углу Вратарской. Очень грамотно сыграл Лангле, потому что он понял, что он проиграл эпизод и не успевал к мячу. И шел далеко вперед. Но когда с мячом Леон, Марсал очень далеко уходит на фланг. Марсал идет на позицию далеко вперед, не забираясь, не увлекаясь. Вот, пожалуйста, такие комбинации могут пойти. Да, здесь явная в сайту филиш. В кулак всю свою волю, все силы в атаке. И Мэмфис Депай сейчас раскручивает защитника, подает. А вот пробить. А кто же пробьет? Набиль Фекир. Вот так вот Леон наказывал Сити в группе. Быстро выбегая в контратаку. И сейчас, как показалось, Жорди Альба все-таки допустил ключевую ошибку, потому что выпускать Фекира из такой ситуации, в которой он был. И подача Терзи. Марк Андре. Еще будет удар. И он забивает. Люка Дузар возвращает матчу интригу. И как-то странно вели себя защитники Барселоны. Все защищающиеся. Они смотрели за тем, как мяч летает над их головами. И французы выбираются на позицию для удара. То один, то другой. И смотрим еще раз. Подача от Депая. Пять игроков в оранжевой форме. Один. Другой. Скидка. И здесь не успевает Ракета. Деп Сорес выкарабкался Месси. Пауза. Денар сыграл мяч на этот раз. Будет всего-навсего угловой. Вот даже у великого Лионеля Месси сейчас было двойное решение. Мне показалось, что можно играть, показывает Мартиник. Но свечом Толеон остается. Удар в ближний угол. Набили Фекира. И мяч проходит над Перекладиной. Барселоне предстоит сейчас перестраивать. Штрафной. Мяч Минди. Будет подача. Опасно. Депай. Удар. И успел освободиться от мяча Ракетич. Месси. Ох, как красиво. И устыл. Может дорого обойтись Месси. Ой, ой, ой. Ой, что ли он сделал? Месси с правой ноги все-таки забил этот мяч. Пробив ладонь Матьёгор Жлена. Но как же он усадил, словно зачеркнул двух защитников Леона. Как он на паузе. Даже я уже хотел прыгнуть под этот удар. А он взял и убрал на всех вместе пуфер. Как вся Франция уже неслась прыгать под этот удар. И всю бы Францию тоже убрал бы туда же левом месте. Да, это было очень красиво. Но действительно, вот эта ошибка, когда Месси остается с мячом. И его совсем уж прогулочный для Барселоны. Потому что Леону вообще нечего терять и попытаться за 10 минут. Партнера Месси. Месси в штрафной. Прострел. Браво. Великолепен Лео Месси. И Жерар Пике пролетев 100 метров из своей вратарской. Замыкает эту атаку. Без эйфории. Это пока только одна восьмая финала. Но когда надо было включиться. Что интересно, как только Леон перестроился на игру в 4 защитника. И они тут же пропустили 2. Ну и Пике не поленился сделать такое ускорение. Но что про Месси? Что еще про Месси можно сказать? Не надо ничего говорить про Месси. Встать самую первую тогда Олимпиаду. Будет дополнительный шанс. Ну а Дембеле делает счет 5-1. Забивая между ног вратарю Горжелену. Лео Месси. Голевой пас. Два голые, две голевые передачи сегодня. Надо брать. Надо брать. Теперь я понимаю, какого игрока не хватает Спартакова, Александр. Криштиану? Нет, вот такого, который может создать момент из ничего. Но здесь было из чего. И Сман Дембеле уже доводит что-то совсем до неприличного. Ну вот видишь, интересная игра. И Леон не заслужил. И Леон, конечно.